Сотрудники ННГУ имени Лобачевского вели углубленные профильные занятия в школах города и в советское время и в 90-е. Всегда было главным помочь детям найти себя в будущей профессии. Осенью 2014 года эта идея обрела новые воплощения. В 113 школе открылись университетские классы. Они объединили детей из разных районов Нижнего Новгорода. Тех, кому хочется учиться больше. Два университетских класса были открыты 1 сентября 2014 года на базе обыкновенной общеобразовательной школы. Инициатива принадлежит университету имени Лобачевского и администрации города Нижнего Новгорода. Каково ваше мнение по данному проекту и какой, на ваш взгляд, должна быть университетская школа? Я приветствую это. Я приветствую создание таких цепочек профессиональных, которые со школы ведут уже наших особо талантовых ребят к высшему профессиональному образованию, высокого уровня, высокого качества. Русские ворвались в космос на школьной партии. Вот мы должны сейчас все то, что у нас было, когда мы ворвались, оставить ценные, а современные все тоже взять, которые улучшают наш процесс. Вот это направление улучшает наш процесс образования. И я это буду приветствовать и поддерживать. Спасибо. Так складывается, что высшие учебные заведения должны взять на себя часть функций школы для того, чтобы готовить элитных абитуриентов для элитного образования, для элитной науки, для элитной промышленности и так далее. Вот университет фактически занимается вот этим. Мы пытаемся доработать школьный продукт до элитарного уровня, чтобы в них можно было вкладываться, и они могли потом оправдать наши надежды. Наша программа обучения отличается от обычной программы обучения в среднестатистических школах и даже лицеях. На нас возложена большая ответственность, что мы будем подавать пример следующему поколению. Так называемая университетская школа провела набор в пятые и десятые классы. По словам учителей, это самые сложные рубежные годы для школьников. Тем важнее сориентировать их в научном мире именно на этих этапах. Университетские преподаватели занимаются со школьниками на дополнительных занятиях, спецкурсах, по ряду гуманитарных и естественно-научных предметов. Дети вольны выбрать, что им больше по душе. Из общеобразовательной школы поступать ребенку в ВУЗ непросто. Это всегда было непросто. Всегда существует такая граница, такой рубеж, который школой не может быть преодолен для того, чтобы легко ребенок вошел в сферу уже высшего образования. Вот эти наши взаимоотношения с университетом, они как раз помогают плавно от школьной программы прийти в ВУЗ. Выгружаются в университетскую атмосферу, они видят, что такое научная деятельность, как работают специалисты. И, в общем-то, ребятам это нравится. Мы провели анкетирование, нет вопросов, интерес есть, все со знаком плюс, что называется. Им нравятся занятия в университете. Я пришла сюда с целью получения более высоких знаний, так как в наше время знание является залогом успешной жизни. Ну, прежде всего, университетская школа – это больше ответственности, это лучшие знания, все-таки связь с университетом, спецкурсы, на которых можно узнать что-то, что поможет тебе лучше написать олимпиаду или сделать хорошую научную работу и возможность поступить в этот университет, университет имени Лобачевского. Вы не знаете, что такое факториал? Нет. Кто-нибудь один знает, должен знать. Напишите на доске. Профильные занятия по программированию у 10-го класса ведет Павел Андреев, аспирант физического факультета ННГУ, сам в прошлом выпускник 113-й школы. Работая с ребятами, он вспоминает, как сам учился на подготовительных курсах университета. Это и стало началом его научной работы. В школе, исходя из этого наставления, как правило, учитель, ну это человек, который является истинной в последней инстанции. В университете построено все немного по-другому. То есть каждый студент во время занятия имеет право задать вопрос, если он что-то не понимает или даже может не согласиться с преподавателем. И преподаватель будет обязан объяснить свою позицию. Я считаю, что это наиболее конструктивный подход к образованию и пытаюсь вот в своих занятиях как-то это применить. Не каждый ученик сейчас понимает, что такое наука. Я где-то в четвертом курсе разобрался, как поставить задачу и как ее решать. Хотелось бы вот как можно раньше объяснить человеку, что такое наука, чтобы заинтересовать. По мнению специалистов, с 10 лет дети испытывают деятельный интерес к окружающему миру. Вопросы о том, как все устроено и есть зерна будущих научных открытий. Чтобы подготовить для них почву, ННГУ совместно с администрацией Нижегородского района и региональным музейным центром открыл в 113 школе исследовательский клуб «Кулибин». Здесь дети с младших классов учатся главным навыком всех ученых – любопытству и удивлению. Я поздравляю всех вас с открытием такого замечательного клуба. Университет в это дело будет вкладываться и материально, и интеллектуально. И наши преподаватели уже здесь работают. Я очень надеюсь, что все дети, которые сюда будут приходить, и свои из нашей университетской школы, и из других школ, и преподаватели, каждый найдет для себя здесь возможности, найдет для себя здесь интерес. И вот от этого наше образование, хорошее российское физико-математическое образование будет еще лучше. Те ребята, которые ходят к нам в клуб, меня приятно удивили тем, что они очень хорошо соображают. У них очень хорошие, умные руки. Мы стараемся не давать им никакие знания готовыми, а стараемся побуждать их к самостоятельному поиску. И этот поиск может быть самый разнообразный. Ребят, меня зовут Юлия Владимировна, я работаю в университете и 30 лет проработала в гимназии номер 2, где у нас дети учат физику в течение уже 10 лет, с пятого класса. Потом достаточно успешно продвигаются. Очень многие мои выпускники, они работают практически на всех кафедрах университета физфака. Многие очень состоявшиеся в жизни люди в этом направлении, я имею в виду в научном. И начинали-то мы так же. То есть интерес нужно привить детям, заметить их, чтобы дальше развивать. А лучше всего это делать именно в этом возрасте. Я надеюсь, что эти дети, они найдут себя в естествознании, если их заинтересовать. Сама по себе университетская школа – полезное открытие и для детей, и для взрослых. Здесь каждый находит чему и у кого поучиться. Я люблю очень изобретать, я люблю лего-технику. Я сам собираю там самые разные модели, сам паяю электронику. Я химик, химикую. Создаю всякие молекулы и делаю кристаллы. Мы наливали воду, кладали туда железо, вроде металл, и выжигали. И там получился маленький пожарчик. Я сдавала экзамены, очень волновалась, конечно, но когда мама сказала с утра, что меня приняли, и что пришло оповещение из школы, я очень обрадовалась. Мне сейчас очень нравится тут учиться. Я люблю учиться, я хочу много знать.